МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. И вот о чём сегодня расскажу вам я и мои коллеги. ДТП в Махачкале. Один ребёнок погиб, второй госпитализирован. Подробности через минуту. Фейковая благотворительность или как добро может обернуться злом? Об этом смотрите сюжет нашего специального корреспондента по тематам Ханаповой. Те, у кого 10 и больше многодетной семьи из Дагестана получили ключи от новых микроавтобусов. Детская смертность на дорогах республики продолжает расти. Тревожную статистику пополнила ещё одна трагедия. Накануне ночи 21-летний житель Махачкалы на иномарке сбил двух девочек 9 и 10 лет. Одна из них погибла на месте, вторая находится в критическом состоянии. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был абсолютно трезв. С его стороны также не было выявлено никаких нарушений ПДД, сообщает МВД республики. Известно, что дети выбежали на дорогу внезапно, и водитель просто физически не успел среагировать. Как противостоять киберпреступности в условиях развития цифрового общества? Об этом говорили на пресс-конференции в Риадагестан с участием представителей регионального МВД, отделения Банка России и журналистов. За прошедшие полгода мошенникам удалось провести более полумиллиона операций и присвоить около 8 миллиардов рублей по стране. Один из самых распространенных способов – это переводы с помощью онлайн-банкинга. Дагестанцы, как и жители других регионов России, становятся жертвами киберпреступников. Единственный способ защитить себя и свои сбережения – быть осведомленным о новых схемах и повышать свой уровень финансовой грамотности. Они достаточно живо текущую повестку используют в контексте своих преступных намерений. Здесь надо сказать, что основная задача и Банка России, и всех наших партнеров в этой сфере – это именно своевременное информирование населения, как вы правильно заметили, о тех схемах, которые существуют, о тех способах, которыми можно себя обезопасить. И на самом деле, если говорить о текущем годе, только за первые шесть месяцев, просто вдумайтесь в цифры и оцените этот масштаб, только за первые шесть месяцев, благодаря усилиям Банка России и правоохранительных органов, было предотвращено более 9 миллионов преступлений, направленных на изъем средств населения. И сумма, на которую, условно говоря, зарились – это 1,6 триллиона рублей. То есть то, что удалось предотвратить. И сказать о том, что мы достигли хороших, серьезных успехов – да, мы можем. Но что нас настораживает? Те, с кем мы имеем дело, люди очень высокой квалификации с точки зрения психологии, с точки зрения понимания типа людей, с кем они общаются. Если вот в принципе не нужно на это отвечать, не нужно на это реагировать, на ссылки, на звонки с незнакомых номеров, но если вдруг трубку подняли или первый шаг сделали, вовремя остановиться и прекратить всякое числое взаимодействие, потому что конец, скорее всего, будет печальный для потенциальной жертвы. Потому что там реально люди профессионального. Как отмечают эксперты, зачастую люди сами помогают мошенникам, сообщая свои банковские данные и коды из СМС. Но в случае, если деньги были похищены со счета без вашего участия, то банк может вернуть украденные средства. Главное – обратиться в финансовую организацию в течение суток с момента мошеннической операции. С точки зрения гарантированности возврата потерянных средств, они гарантированы только при, еще раз повторюсь, наличии заявления, обращения в банк и в правоохранители, в первую очередь в банк, причем своевременного, и при условии, что вы сами не разглашали данные, не компрометировали личные персональные и банковские сведения. В этом случае средства возвращаются. Еще один не менее популярный и более опасный вид мошенничества – так называемая фейковая благотворительность. В данном случае желание помочь может обернуться не только переводом кровно заработанных, аферистам, но человек еще может стать и невольным спонсором терроризма. О том, как обезопасить себя от таких историй, расскажет Патимат Ханапова. Сегодня сбор денег на благотворительные нужды стало обыденным явлением в жизни общества. И, увы, занимаются этим не только официальные фонды, но и частные лица. И тут возникает резонный вопрос, а действительно ли собранные средства идут на благие цели, и не утекут ли деньги в чей-нибудь карман. И это в лучшем случае. Как показывает практика, порой за благовидными людьми скрываются не только обыкновенные аферисты, но и пособники террористических организаций. Больному ребенку или на строительство мечети – все по классике. А по такими предлогами более 10 миллионов собрали жительницы Дагестана на нужды боевиков запрещенной в России Международной террористической организации ИГИЛ. 23-летний Минат Розаханова и 33-летний Ашанисат Хайбулаева знали, как играть на чувствах людей, входили в доверие, а тысячи дагестанцев, и ничего не подозревая, переводили свои кровные. Через сеть интернет они познакомились с находящимся в международном розыске участником незаконных вооруженных формирований, который в 2015 году выехал на территорию Сирии для участия в боевых действиях. Женщины предоставили свои банковские карты, через которые осуществлялись переводы денежных средств на нужды бандформирований, действующих на территории Сирии. И это не единичный случай. Благотворительные сборы – это один из самых эффективных и популярных способов, которые используют пособники террористов для привлечения денег извне. Рысок колодца в Африке, строительство мечетей, помощь тяжелобольным детям. Прибегая к ряду гнусных способов, мошенники зарабатывают огромные деньги. Как обезопасить себя от подобных случаев, мы поинтересовались у эксперта. Первый совет. Обязательно не переводить средства никому, кроме как благотворительным фондам, официальным, действующим в республике, зарегистрированным в Минюстри. Для того, чтобы проверить, они зарегистрированы в Минюстри или нет, можно зайти на сайт налоговой, можно зайти на сайт руспрофайл, очень легко. Не переводить средства на какие-то ютуб-каналы, на какие-то проповедников сомнительного характера или проповедников, которые признаны в России ин-агентами. Для того, чтобы проверить, они являются иностранными агентами или нет, тоже есть соответствующие сайты, где их список есть пофамильно, организации. Незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. Попасть под уголовное дело может и сам благотворитель, который перечислил деньги пособнику террористов. Доказать отсутствие умысла удается в крайне редких случаях. Наша республика сегодня, к сожалению, занимает ведущую лидерскую позицию именно в плане правонарушений, связанных с экстремизмом, терроризмом, в частности сети интернет. И зачастую это как раз-таки больше связано с тем, что люди волей или неволей, даже от незнания, совершают определенного рода платежи на непонятные счета и попадаются под определенного рода часть уголовной базы. Они даже не проверяя отправляют эти деньги, и в итоге либо оказывается в лучшем случае, что они становятся обманутыми мошенниками, их обманывают на деньги, а в худшем случае уже финансирование терроризма. Он может с кем-то коммуницировать и так далее. Лучше избежать этих рисков, нежели чем потом разбираться с этими делами целые годы и доказывать, что ты невиновен. В сети интернет, знаете, проблема в том, что человек не сможет скрыть свою причастность к тем или иным вещам, потому что там цифровой след он остается, и она не стирается. Семь раз проверь, один раз отдай. Так можно перефразировать пословицу, если речь идет о благотворительности в интернете. Социальные сети – один из самых распространенных способов вовлечения пользователей в террористическую деятельность. Добрый виртуальный приятель на деле может быть опытным вербовщиком, чья цель – набрать новых пособников или раскрутить людей на финансовые поступления. Переводы с карты на карту. Здесь тоже стоит быть осторожными. Если деньги, перечисленные вами частному лицу, будут использованы в незаконной деятельности, велик риск попасть под уголовное дело. Даже если у вас не было злого умысла, никто не может дать вам стопроцентных гарантий, что вас не обвинят в финансировании терроризма. Я оттолкнусь от одного примера, когда молодой человек общался с девушкой в интернете, так сказать, искал себе супругу с Еманом. Видимо, нашел. Он, по крайней мере, так думал. Долгое время переговаривали, общались. В итоге та просит отправить деньги ей на счет, что хочет приехать в Тагестан и так далее. Перекидывает. В итоге оказывается то, что девчонка находится в рядах запрещенной террористической организации ИГИЛ, находится в совсем другой стране. А вот под саду попадает молодой человек. И здесь, знаете, проблема остается в том, что человек здесь оставляет свой цифровый след. Есть факт того, что он общается долгое время с человеком, который находится в федеральном розыске, или вообще числится в террористической организации. И тут сам контакт, по сути, является уже в определенной степени риском, то, что на него могут завести определенное какое-то дело и так далее. За два года зафиксировано почти 20 таких историй. Некоторые лица уже осуждены и отбывают наказание. Уголовный кодекс России в этом смысле довольно суров. Даже казалось бы, за мелкие переводы, пусть это и символические 100 рублей, можно надолго попасть за решетку. Стоите на улице, к вам подходит человек и говорит, мне на карте нет, идти до терминала далеко, и можно ли через вашу карту перевести 50 тысяч рублей. Вы, наверное, переведете там. Просто неудобно отказать и так далее. Но у этого неудобно, есть свои последствия, могут быть. Вы будете уверять соответствующие службы, уверять, что это вас попросили и так далее. Но факт, достаточен факт того, что вы уже перевели эти средства, и вас могут привлечь к ответственности, возбудить уголовное дело по факту финансирования терроризма, экстремизма. Закон таков, что достаточен факт нарушения. Моя рекомендация такая, что я, например, отказываю. Я говорю, нет, у меня нет возможности, я не хочу переводить. И все. Мне лучше, наверное, быть в таком положении, постыдно, вот я отказал человеку, и не ошибиться. Поступником террористов может оказаться любой человек – сосед, сослуживец или бывший одноклассник. Нельзя жить в страхе, но надо понимать, что опасность может быть рядом и быть более бдительными. Патемат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Две новые газели для жителей республики в преддверии Дня Матери. Министерство труда и социального развития Дагестана продолжает оказывать дополнительные меры государственной поддержки многодетным семьям. Ключи от микроавтобусов получили супруги, которые воспитывают десятерых и более детей. На торжественной церемонии присутствовала и моя коллега Салья Магомедова. Подарки ко Дню Матери получают отцы, но несправедливости в этом нет, ведь воспитание детей – это заслуга обоих родителей. Так и в семье Абдулвахида Абдулвахидова из села Балахани Унцикульского района. Вместе с супругой они растят десятерых детей, самому младшему из которых нет и семи месяцев. Сегодня многодетный отец вместе с двумя сыновьями приехал в Махачкалу, чтобы получить ключи от заветного автомобиля. Был разговор, мы говорили, что дадут машину. Ожидание было такого. Ну, я рад, что это получил, конечно. Это хороший подарок. Спасибо правительству Дагестана, кто организовал семь. Спасибо. Абдулвахидова не единственный, кто уедет на новой машине домой. Газель также получили супруги Галбатсдебировы из Ботлихского района. Один из сыновей даже успел сесть за руль и покатать своих братьев. Правда, далеко он не уехал, прав нет, да и возраст не позволяет. С появлением новых микроавтобусов две семьи поздравил вице-премьер правительства Дагестана. Сегодняшнее очередное наше такое приятное мероприятие мы проводим канун Дня Матери. И автомобили мы предоставляем семье Абдулвахидовых из Унцукольского района и Галбатсдебировых из Ботлихского района. Я хочу эти семьи поздравить с получением такого подарка от государства. Пожелать здоровья. Транспортные средства выделили малоимущим многодетным семьям в рамках дополнительной меры государственной поддержки. Торжественная церемония по традиции прошла перед зданием Министерства труда и социального развития Дагестана. В инициативе главы Республики Дагестан в прошлом году было выпустое постановление правительства Республики Дагестан о оказании социальной поддержки семьям, у которых 10 и более детей. Мы в прошлом году вручили и 6 газелей, и в этом году уже вручили 6 газелей. Ну а завершилось мероприятие, как и полагается в таких случаях, фотографиями на память. С Алия Магомедова, Шамиль Хирия Сулаев, Новости ННТ, Махачкала. Усовершенствовать свои литературные навыки по пяти направлениям смогут молодые дагестанские литераторы. В Махачкале в эти дни проходит Всероссийский семинар совещаний молодых писателей «Мы выросли в России юг». Подробности мероприятия в материале Айшатухаева и ей слово. Таких не настало бы в мире эпох пред тобою бессилен, шалунный кинжал. Фаина Федоровна – мастер художественного слова. Она не только уникально читает стихи Расула Гамзатова, но и делится секретами ремесла с дагестанскими литераторами и артистами. Поделиться своим опытом в Дагестан также приехали писатели из других регионов России. Мой не первый приезд, вообще-то четвертый. Второй раз мы проводим. Я прекрасно знаю отделение Союза Российских Писателей Республики Дагестан, которое разглавляет наш хороший друг Миясан Шаиховна Муслимова. Что я могу сказать? Интересные имена. Да и здесь, кстати, довольно неплохой состав молодых дагестанских авторов и прозаиков, вот как Ахмедхан, вот здесь мы его видим, и Индира. Очень прекрасные ребята, которые, в общем-то, ждет, я думаю, большое будущее. Победители наших семинаров выигрывают престижные премии, выигрывают конкурсы, такие мощные, как лицей, как ряд еще, там, Аксаковская премия. По итогам семинарских занятий в каждом из пяти направлений поэзия, проза, фантастика, драматургия и детская литература будет выбрана по одному лучшему автору, который получит дипломы победителей, а также сертификаты на издание собственных книг от Союза Российских Писателей. Я из литературного цеха на Буйнакского. В этом семинаре я участвую первый раз. Нам сказали, что он уже 16-й. До этого я участвовал в семинаре на Владикавказе, Осетии. Туда я подавал свои произведения, свою прозу. Здесь я, надеюсь, очень, надеюсь, получить, так как я только начал писать, конструктивный разбор, я бы исправил свои ошибки, может, что-то новое нашел бы и доработал бы. Ну, будет правильно сказать, научился бы писать, я думаю, так правильно я буду сказать, так как я только начинаю. Семинар продлится два дня. За это время у молодых авторов будет возможность перенять опыт и взять профессиональные уроки у мастеровитых писателей. Айша Тухаева, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. На этом наш выпуск подошел к концу. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также и в социальных сетях. Хороших всем новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин